Настолько вы знакомы сейчас, потому что индивидуги со временем не были? Нет. Вообще? Нет, совершенно. А почему? А я не люблю театр. Я никогда не хожу в театр. Только выступаю. Я не знаю, что тут происходит. И иногда попадаю на какие-то пополненные спектакли и сердечный приступ. Я всегда прошу, чтобы меня сажали в ножи, потому что если что-то, то я тогда быстренько скомотаюсь. Я потеряла сознание. Прямо-таки. А в половину второго ночи мне позвонил режиссер, Желток. И говорит, ну как вам говорят? А мы все время ждали, как мы по-украински, быть или не быть. И как? Никак. Никак вообще? Не знаю, я так и не застала. Она все время кричала, облете. Облете. Там был один срежиссер, у него была надета половинка бюстгальтера. И он был побрит. Это новый театр, это современное искусство. Он был побрит и посыпан золотой кудрой. Но он все время, его желток доставил в круп, но пол был грязный. Потом там были две женщины в одних трусах до колен. И все. И молодые. В общем, позорище какой-то невероятный. Гертруда и Афея. Вы знаете, вот еще пол первого, пол второго мне позвонили. А я и так-то уже не вязала, а тут хвост кто не повел. В общем, все хорошо. Театр разбивается, растет, идет. И ради бога. Ну, к Фоменко вы ходили? Куда? К Фоменко. Ну, когда-то ходила. Я иду туда, куда меня зовут. Иногда даже тоже не иду. А, понимаете, Фоменко меня не любил очень. Странно. Ну, почему странно? Каждого свое. Во всем другой театр. Да. Это балет. Я однажды два раза, ну, у меня мой режиссер, я хотел, чтобы я написала в этом сценарии, заставил ходить два раза, потому что там сестры одна играла одно, а другая другая. Потом они поменялись. И второй раз вдруг у них упала со стола книга. И они замерли, потому что это нарушило их балет. Они точно знали, куда идти и что говорить. Понятно? А я люблю, когда в свое время придешь, а он один день один, а в другой день он совершенно по-другому играет. Это очень интересно. Я тоже так же люблю. Поэтому театр для меня это сложная штука. Я не могу больше говорить, у меня нет.